Первый развлекательно-спортивный фестиваль «Я, ты, он, она. Вместе дружная страна», приуроченный к 76-й годовщине Великой Победы, провели на Лазутинке. Участниками стали воспитанники трех образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья – школ «Надежда», «Гармония» и старогородковской специальной школы-интерната имени заслуженного учителя Фурагиной. Это удивительные ребята с отличными преподавателями, поэтому они сегодня должны свои рекорды, свои победы отдать нашим ветеранам. У нас, в нашем Одинцовском городском облаке, на сегодняшний день 106 участников Великой Отечественной войны. Вот давайте им пожелаем здоровья крепкого и своей победы. Организаторы фестиваля «Школа «Надежда»» при активной поддержке Одинцовского клуба эстетического воспитания, клуба «Одинец», окружных управлений образования и социального развития готовились к его проведению около двух месяцев. Формат специально выбрали в виде квеста, а не простых соревнований. В соревнованиях надо быстрее, выше, сильнее. А мы хотели именно квест, потому что мы хотели взять деток, у которых есть ограниченные возможности здоровья, и которые не всегда могут прийти первыми на старт, не всегда могут выше всех прыгнуть, дальше побежать. Но это не значит, что ребят не надо брать в соревнования. Мы очень хотели взять ребят, чтобы родители горели глаза, и чтобы они видели, что их ребенок преодолевает эти препятствия. Квест организовали по принципу приключенческого шоу «Форд Боярд». Трем командам, в каждой из которых по 10 участников, семеро детей, двое родителей и капитан команды, педагог-инструктор, необходимо было собрать все заветные ключи. Этапы для прохождения разрабатывали тщательно, чтобы каждый ребенок мог справиться с заданиями. Если возникали сложности, ребятам помогали взрослые. Мне кажется, что такие мероприятия очень важно вообще для всех проводить. Я считаю, что это настолько замечательно, объединяющее мероприятие и для родителей, и для детей. Участникам предстояло пройти семь этапов. Они искали ключи среди шаров в сухом бассейне, собирали машину из мягких блоков, перетягивали канат, выкатывали мячики сквозь отверстия в игровом парашюте, осиливали канатную дорогу, разбивали пиньяты в виде Angry Birds с маленькими воздушными шариками и сладостями внутри. И состязались в финальной смешанной эстафете. Такая насыщенная программа ребятам понравилась. Мне понравилось канат, бить птицу, парашют и искать батуте шариками ключ. Мне понравилось, когда мы ходили, тянули канат, мне больше всего понравилось. Шарик тоже, я вообще не мог найти, но вторые нашли, после меня нашли. Мне все понравились, мне очень нравилось, как все ключи находили. Среди юных участников дети с синдромом Дауна, нарушениями аутического спектра, слуха, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, за исключением колясочников. Допуск врача – одно из обязательных условий для участия в квесте. Однако главное в таких соревнованиях – это помощь родителей. Я хочу сказать огромное спасибо родителям наших ребят. Они нас очень поддержали, они сами активно участвовали, они все бегали, прыгали и все делали. Я преклоняюсь перед нашими родителями и я желаю им здоровья и всего самого замечательного. Пусть будут счастливы. Проигравших в приключенческом квесте не было. Все участники получили заслуженные медали, кубки, грамоты от Управления образования Одинцовского округа и подарочные наборы – чемоданы творчества. А организаторы уверены – мероприятие обязательно станет традиционным. Наталья Гончарова, Станислав Трифинов, телекомпания Одинцова.